Беланджи 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 немецкой и замысловатой женской элегантностью, которая полностью французская. Пробладает женской фигурой, одетой в фантастическую смесь современной придворной моды и старинного платья. Мужчины в основном носят фантастические варианты древнеримской парадной формы, смешанной с восточными элементами, включая некоторые из самых сложных видов обуви, которые встречались в искусстве. Вдова Беланжа стала обладателем 22 его гравировальных пластин в 1619 году. Позже они были переизданы парижским издателем Жан-де-Лон Блондом, который добавил свое имя к этой пластине. Очень много было пиратских копий гравюр Беланжа, они издавались в Страсбурге. Интересная информация. Нищий, смотрящий сквозь шляпу в художественном музее Уолтаса в Балтиморе, в который они приписывают Беланжу, был подарен бывшим советским шпионом Майклом Стрейтом. Учитывая скрытый характер изображенного человека, смотрящего на нас через дыру в своей шляпе, картина, возможно, имела особую привлекательность для своего предыдущего владельца, так предполагает музей. Такая интересная информация. Один из рисунков был продан на Сотби в 2001 году за 542 тысячи фунтов Стерлингов и теперь находится в музее Метрополитен в Нью-Йорке. Ну, вот, наверное, и все, что я нашел о Жаке Беландже, французском художнике и гравюре. Пока-пока, до свидания.